Вообще, в жизни, как правило, складываются четыре состояния войны в отношениях. Первое состояние – это мужчина побеждает. По этим состояниям мы сейчас быстро пробежимся. Я буду сейчас говорить, как я ситуацию вижу. Если кто-то не согласен, вы мне просто скажите, что нет. Я не согласна. Я это по-другому вижу. Имеется в виду, что мужчина побеждает в каждом конкретном случае. То есть, знаете, такой мужчина, который я сказал, твое мнение меня вообще не волнует и так далее. В этой ситуации могут быть как плюсы для женщины, мы рассматриваем, в сторону женскую, так и минусы. Из плюсов – это сильный мужчина, который берет на себя ответственность. Мне думать не надо. За деньги тоже он отвечает. Разбираем четыре состояния войны. Первое состояние – это когда мужчина побеждает в каждом конкретном случае. Какие плюсы для женщины? Сильный мужчина берет на себя ответственность. Мне не надо ни о чем заморачиваться, думать. За деньги тоже он отвечает, чтобы там был дом, чтобы было все в доме. Это все он. Сильный мужчина. Из минусов – моего слова нет. Думать мне не то, что не надо. Мне нельзя думать. Место мое на кухне. Либо с детьми. В чем мне одеваться, с кем мне дружить – это тоже он решает. Он такой какой-то тиран. Тирания, да. Причем хочу сразу пояснить. Это может все очень красиво начинаться. Это может быть себе мужчина, который берет на себя ответственность. Уйди, я все проблемы решу сам. Но только услышали что-то типа того, что не лезь, не вмешивайся в это мужское дело. Ну, когда это речь идет о том, что для вас действительно важно, и где вы хотели бы все-таки вмешаться, какое-то совместное решение с ними принять. Нет, это не тот случай. И, как правило, этому мужчине с годами мало. Ему надо больше власти, больше, больше. Женщина уже, вы наверняка встречали такие примеры, она уже и оделась в длинное, в черное, никуда не ходит, ни с кем не общается, а нет, в магазине она однако косо там на кого-то посмотрела. Я знаю, он тебе понравился там. И что-нибудь в таком духе там, в эту сторону перекосы. Противовес, а, кстати, секс, знаете, есть такое выражение, что девочка тут дырочка. Почему секс в минусе? Потому что секс тогда, когда он хочет, столько, сколько он хочет, твоего мнения вообще не спрашивается. Так, как он этого хочет. Нравится тебе, не нравится, что он делает, это не важно. То есть мужчине нужен секс, значит, секс будет. И именно так, как нужно ему. И дети тоже записываю сюда, потому что если бы мы жили на Востоке, то, наверное, это было бы правильно. Но мы расцветываемся в более-менее свободной стране, дети могут под раздачу попасть. Дети, скорее всего, будут улупиться. Они будут расти в состоянии, когда мать, скорее всего, где-то унижена, забита. Это фильм «В постели с врагом»? «В постели с врагом», например, да, очень такая хорошая иллюстрация. Он вроде бы ее очень любит, да? «Одаривает». «Одаривает», но и одаривает пощечинами периодически из-за того, что она после посмотрела на соседа. Вторая ситуация, другая крайность. Женщина под безупреждает. Я думаю, большинство меня сейчас поймут. Плюсы-минусы. Понятно. Свобода-независимость. Деньги здесь. У меня всегда есть деньги. Столько, сколько я хочу, столько, сколько я смогу за годы. Я в себе уверена, уверенность. В завтрашнем дне уверенность. Столько, сколько я хочу, тем, с кем хочу. Да? Из минусов. Много ответственности. Вся ответственность, я бы сказала. За все. Вообще ни с кем не делюсь в ответственности. Никогда. Все беру на себя, все решаю сама. Вплоть до того, что эта ситуация усугубляется, чтобы там не к кому обратиться. Дети, пишу сюда, хоть они и воспитываются, скажем так, в свободе, как правило, у таких женщин, которые побеждают, но они воспитываются в состоянии уже униженного отца. Или его отсутствия полного. Нет мужского воспитания вообще. Пример. Причем шикарная женщина вообще во всех остальных отношениях. Ну, просто прекрасная. И, благо, второй раз она вышла замуж. Третий раз она вышла замуж, ну, уже будучи взрослой женщиной, за капитана данного славания. То есть, видимо, пересмотрела свои взгляды на жизнь. Но, когда я познакомилась с ее сыном, там, сыну было лет 17, он меня привел, познакомится с мамой, знакомьтесь к маме, познакомься. Мы познакомились, заходим в комнату, я говорю, А, Раш, а что там за мужчина в комнате сидел? Он говорит, а не обращай внимания, это мамина тень. Он не про отца, это не отец был, но это был майный мужчина. Нет, это до капитана данного солнца. Я думаю, капитана данного солнца, ну, nationalberg не задвинулась. Он же был вот человеком, это два мамина тени. Да, он говорит, ты не обращай внимания, это мамина тень. Я говорю, вы кого зовут Олегу? Кажется, что он как-то так. Он вообще практически никогда не говорит, он тебя не побеспокоит. Как на этом, да, я тут тихонечко сижу, и я не знаю, с вами модели. То есть из минусов. Мужчина, ну, тряпочка. Он делает все. Он делает все, как надо женщине. И я думаю, каждый из вас понимает, что хочется иногда, что мужчина. Ну, ж командовал где-то. Первый раз ты чувствуешь, да, разницу? В принципе, понятно, да, картина? Нужно чем-то еще дополнить. Ну, понятно, что еще деньги, знаете, вот если я сама не заработала, не дай бог, заболела, еще что-то случилось, и все. Это минусы в деньги. Ну, это все, да, деньги сразу. Третье состояние войны. Третье состояние войны. Это 50 на 50. Оно же никто не побеждает. Оно же оба побеждает. Знаете, тут есть две вариации. Либо, ну, вы знаете таких ребят. Это, кстати, типичный пример современной пары. Сильный мужчина, сильная женщина, там, образ, бизнес, например. Друганы, что? Что? Друганы. Друганы, да. Да. И, кстати, это плюс. Потому что это некое состояние партнерства в отношении. То есть тут есть некие договоренности. Это люди, которые умеют договариваться, в принципе, да? И это неплохо, что они умеют договаривать. Но в то же время каждый сам за себя. Свои кошельки обычно. Это так бывает. Так, ты покупаешь шину, велосипед, я оплачиваю в образовании. То есть все делим пополам. Так, я куплю продукты, там, ну, это нормальный ситуация, продукты ты приготовишь или... Так, идем на кухню вдвоем, я готовлю то-то и это. Обычно отдых отдельно. Он дома посидел с детьми, она слетала, или потом наоборот. Бывает отдельно отдых, да. Это я не знаю, я не могу записать ни в плюсы, ни в минусы, да? Это кому как нравится. В принципе, должен быть неплохой секс. Знаете, там, поскандарили классный секс, там. Или вообще его полное отсутствие какое-то время. Потому что оба заняты сильно. Слишком устаю. Давай запойми, я думаю, секс на свободу. То есть, ну, там и там можно быть, в общем. В таких парах часто встречаются измены. Знакомое что-то, да? Да, эти такие. Ну, они ничего не значат, да? Ну, они ничего не знают. Ну, так бы нет, они же партнеры. Да. Даже, знаете, типа свободные отношения. Ты там, в принципе, если что, то же там. Чего страшного. Давай, делай по-тихому это просто, да. Делай это просто по-тихому. Ну, чтобы огласки не было, так сказать. Да, зачем им плохая репутация? Или вторая вариация такой пары, где 50 на 50, кто не побеждает. Он сидит и будет, что не делает, а Настя ничего не делает. Это четвертый, это третий тоже. Это третий. Другой такой партий. Да, но тоже, когда никто не побуждает, тоже когда 50 на 50, я сижу и жду, когда он мне шубу купит. Он сидит и ждет, когда же на работу устроится. Есть какие-то такие, ну типа. Просто есть динамичный вариант, есть аморфный вариант. Ну, понятно, что в обоих случаях дети сами себе предоставлены. Сами по себе. В принципе, не сказать, что прям совсем в минусе, да, у них... Более-менее все нормально, но любви, как правило, большое здесь в этих отношениях нет. И, кстати, часто бывают скандалы. Потому что два человека, которые идут друг к другу обычно на уступки. Я считаю, что нужно так, а я считаю, что нужно так, что делать? Скандал. Ну, то есть, скандалы, это прям преувеличено, но конфликтные ситуации. Обычно нет, конечно. Конфликтные ситуации. И четвертое состояние, это состояние, которое вытекает, так скажем, из этих предыдущих трех, это один уходит. Один уходит. Ну, либо мужчина, либо женщина уходит. Вообще из семьи или от скандала? Из семьи. Нет, из четвертого реально уходит. Да, это четвертый. Как правило, каждый из нас, ну, каждое состояние так или иначе переживало, сталкивалось. Да, то есть, и просто это один из исходов, и правил, либо женщина уходит, либо мужчина. Тут тоже, в принципе, есть и плюсы, и минусы. Там, свобода первое время, которая оборачивается одиночеством, как правило. Один уходит, там, знаете, женщина есть, уходит, как из темного леса, говорят, вышла. Столько лет там мучилась, страдала. Что все это раньше не сделала, говорят. А что это мужчина случилась? Одиночество. А, ну, это через какое-то время. Или сразу, если от меня мужчина ушел, бывают такие женщины, от меня мужчина ушел, все, жизнь потеряна. Смысла жизни нет. Он был смыслом на жизнь. Бывает такое. Причем уходит один, не обязательно просто из семьи. Иногда умирает. Может быть, знаете, мужчины с язвами, которые им ставят язву, вырезают желудки, они продолжают пить. Они знают, что им нельзя, алтоголь, но они все равно не употребляют. Например, не бокал или навденья, а в семье. Это подсознательный уход из этих отношений. Он не видит другого выхода. Это мужчины, которые не умеют разводиться. Или женщины, которые не умеют разводиться. Которые считают, что если уход, то он лень. И подсознательно себя доводит по этому. Что убывает. Понятное дело, что дети воспитываются матерями-одиночками, как правило. Или отцами-одиночками, бывает такое. Непонятно, что с деньгами. Вопрос в зависимости от того, что и как. Если он меня всю жизнь обеспечивал и ушел, то деньги могут быть здесь. Если я сама решила, что я такая самостоятельная, то деньги могут быть и здесь. Какой же выход? Не доводить до скандала. Не доводить до скандала. Вообще узнали себя в каких-то состояниях? Третья, да? Третья, да? Не все, конечно. Но основная честь, да? Других вариантов нет, да? Какой-то вот из этих обстоятельств? Ну, это же четыре состояния войны. То есть это войны. А какая-то есть альтернатива войны. То есть взаимодействовать можно не только военными действиями. Можно взаимодействовать по-другому. Но если взаимодействовать как партнеры, да, то получается вот твоя история. И там есть свои... И плюсы имущества. И плюсы имущества, да. То есть с той стороны комфортно? Ну, конечно. Но это же партнерство. Да. Два деловых человека сели, договорились. Ну, договорились. Расскандаловность обычно. Договорные опять. Не договорились. Вот что нужно сделать, чтобы решить ситуацию. Может быть, ты себя узнаешь сейчас вот в этом варианте. или, не знаю, посмотришь. Но что есть, какая есть альтернатива военным действиям. Что можно сделать, чтобы не воевать. Но, тем не менее, договариваться. И опять. Сначала я играю сама с собой. На втором уровне я играю со своим мужем. На третьем уровне я играю со своими детьми. На четвертом я играю с семьей. И на пятом уровне я играю с работой. А потом и со всем окружающим миром. Что есть в игре? Правила. Есть правила. Что еще есть? Продавший или игрившийся у нас тоже есть. Цель. Если мы говорим об игре, нацеленной не на результат, а на процессной игре. На женской игре. Игра как процесс. То результаты, если мы рассматриваем игру не как что-то кратковременное, а игру как процесс. То результаты как такового в игре и не может быть. Поэтому и выигравших, и победивших не может быть. Когда мы играем. Как процесс. Как нечто бесконечное. Девочки играют, но что модель. Да. Там же нет победителей. Это женская игра. Нет победителей, нет проигравших. Есть процесс. Ну вот роли есть в игре. Роли. Играться не всегда. Есть роли. Еще что-то есть? Зачем вообще дети играют? Зачем вообще дети играют? Развитие. Чтобы хорошо провести время. Весело. Весело, удовольствие. Еще раз смотрим. Ну, не знаю, какие-то препятствия. Ну, не препятствия какие-то задания, что-то нужно там. Уровни вот это вот. Уровни, задания. Ну, уровни. Ладно. Уровни в этой игре тоже будут. В качестве задания, вы знаете, кризис первого года отношений, кризис пяти лет, кризис десяти лет. Это, наверное, задание в этой игре. Если не говорим об игре, вот, с партнером, в смысле. Игра. Это очень важный момент. То, что мы с вами сегодня прорабатывали во время открытия, когда каждый из вас рассказывал про домашние задания. И я предлагала вам ориентироваться на свои чувства больше. Да, в реакциях на других людей. И делала акцент на своих чувствах. Хорошо тем, у кого получилось проговорить и увидеть, почувствовать свои какие-то ошибки в этом. Когда мы знакомимся с людьми, или когда мы начинаем с мужчиной жить, мы устанавливаем всегда правильно, делаем это неосознанно. Ну, знаете, как в анекдоте. Мужчина, женщина поженились, он приходит домой. Я немножко его перевираю, но суть оставляю прежней. Не поженились, он приходит домой, говорит. Так, в общем, по понедельникам у меня бильярд, по вторникам у меня пиво с друзьями. По пятницам у меня бар, по субботам рыбалка, по воскресеньям охота. Все это допоздна. А еще дома должен быть ужин и каждый день секс. Он говорит, хорошо, милый вопрос, это нет. Ужин у меня каждый день в семь, секс в девять. Ну, неважно, есть ли тебе. Это правила игры, которые два человека друг друга озвучили, только поздновато, после замужества. А надо бы делать это заранее, до замужества. Спасибо. Спасибо.